Четыре медали высшего достоинства, а также шесть серебряных и четыре бронзовые. Сборная Дагестана лучшая по итогам чемпионата России в Ингушетии. Результаты последнего дня соревнований узнаем у Курбана Рагимова. В заключительный день чемпионата России в финальных встречах зрители увидели принципиальное противостояние двух лучших школ борьбы. В поединках за золотые медали выходили представители Дагестана и Северной Осетии Алании. Весе до 65 килограммов Муршуду Муталимову противостоял чемпион Европы Алан Гагаев. Ведя в счете по ходу поединка, воспитанник школы имени Али Алиева пропустил атаку, которая и повлияла на судьбу встречи. Для дагестанского вольника серебряная медаль на уровне чемпионата России стала первой в карьере. Подвел тренировок в сборную Дагестана. А так, честно говоря, с результатом тоже так доволен, но хотелось бы, честно говоря, первым статью тоже хотелось. Весовая категория до 74 килограммов. Динамовец Гаджин Абиев пробил себе дорогу в финал в тяжелых поединках. Раз за разом ему приходилось отыгрываться и отвоевывать победные баллы. Но на финал силы махачкалинца не осталось. Здесь он уступил экс-чемпиону мира Хитагу Цаболову. Первый блин, по-моему, не вышел. Именно так можно охарактеризовать итоги выступления у Рашида Сабулаева в новом для себя весе. На пути к финалу алимпийский чемпион разгромил всех, завершив четыре поединка с общим счетом 43-0. В главном противостоянии вечера его ожидал Владислав Байцанов. Конкретно не было работы на какого-то спортсмена. Против кого-то такой работы не было. Была общая работа, был общий план, который полностью все спортсмены выполняли. И надеюсь, что эта подготовка послужит для нашего спортсмена как бы путь к успеху. Но опять же говорю, Сабулаев это великий спортсмен и будет очень тяжело. Сегодня мне хочется посмотреть финал. С ним финал вышел. Тоже такой опытный спортсмен Владислав Байцаев. Тоже и призер, и чемпион яригинского турнира. Тоже довольно-таки такой опытный. Поэтому будем наблюдать. Будем болеть за красивую борьбу. Владислав Байцаев доставил Сабулаеву немало хлопот. Уже в дебюте поединка борется за лани и поразил всех болельщиков. Едва не положил танка на пушет. Отыгрывать четыре балла Сабулаев принялся сразу. Перевод в партер и два накаты дали преимущество. Сравнять счет Байцаеву уже не хватило ни сил, ни времени. Удивляться здесь нечему. Потому что я тоже обычный человек, я тоже могу проиграть. И сегодня в финальной схватке видно было. Такая упорная схватка была. 7-8 в счет. Здесь ничего такого нет. В финале, честно говоря, все шло по плану. Но в финале, в начале, допустил ошибку. Но это станет для меня уроком в дальнейшем. Когда спортсмен переходит в другую висовую категорию, совершенно и координация другая, и скорость другая. Понимаешь, если зрители, которые не разбираются в борьбе, они думают, что сейчас выйдет и всех разорвет. Слушай, там же тоже тренируются, там же тоже готовятся. Да, кто-то больше, у кого-то психологически больше устойчивее нервы, чем у другого. Но по-большому-то они все готовятся. Они все хотят себя попробовать и попасть на чемпионат мира. В течение трех дней дворец спорта города Магас был заполнен до отказа. Чемпионат России подарил любителям борьбы много ярких и зрелищных поединков. Спортивный праздник не оставил равнодушным никого. Спасибо дагестанским болельщикам. Спасибо всем болельщикам, что проехали. А праздник он для всех, чемпионат России. Я поздравляю дагестанский народ лично своего старшего брата Рамазана Каджимурадовича с победами дагестанских спортсменов. И, конечно, я как за своего родного. Он и есть наш родной, болел за Рашида. Спасибо ему за такой хороший финал. По итогам чемпионата дагестанская сборная завоевала первое место по количеству золотых медалей. В активе подопечных Сажида Сажидова четыре золота. Кроме того, у наших борцов шесть серебряных и четыре бронзовые награды. Мы довольны результатом. То, что как ребята поборолись. Естественно, есть много над чем, чтобы поработать. Есть много ошибок, есть много вещей, которых мы должны исправлять. Как тренерской в штабе, как ребята. Иншаллах мы это все будем делать. Я думаю, мы сегодня принести чуть-чуть радость нашим болельщикам, нашему Дагестану. И хвала священному Аллаху, что мы живые, здоровые. Можно сказать, победа. И с радостью возвращаемся домой на родину. Победители и призеры соревнований были поощрены денежными премиями от организаторов. Чемпионы России получат возможность принять участие в отборе к чемпионату мира.